Что такое опера, знают практически все любители музыкального искусства. Она объединяет в едином театральном действии различные виды творчества, драматургию, музыку, а также изобразительное искусство и хореографию. Верди, Моцарт и Пучини признаны самыми популярными оперными композиторами за последние пять сезонов. Произведение этих великих людей знает не понаслышке гостья нашей сегодняшней программы по существу Евгения Лагуна, а также известный американский композитор Миша Сигал. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, Евгения, первый вопрос к вам. Диапазон в четыре октавы. Это немало. Я знаю, что в вашем репертуаре есть даже ария плавы Лагуны из знаменитого фильма Люка Бессона «Пятый элемент». Вас называют, вообще вы знаете, что вас называют русской королевой стиля, основанного на совмещении оперного жанра с современными музыкальными направлениями. Расскажите о нем подробнее. Что это за стиль? Классикл кроссовер – это очень востребованный во всем мире стиль. Он совмещает в себе классику и современные жанры, стили. Что такое кроссовер? Дословно это совмещение стилей, жанров, подходов, видения музыки. То есть есть просто чистая классика стандартная, а когда ты в него что-то добавляешь, чем-то мешаешь, перемешиваешь, что-то добавляешь. Вы знаете, как любой торт, можно стандартно приготовить, а можно какие-то градиенты посолить, поперчить, там такие сливки. И у тебя получается произведение искусства. Вот классикл кроссовер – это как раз тот жанр, когда я считаю, что это самый интересный, самый красивый, но для меня во всяком случае, жанр, в котором я работаю, это основной жанр. Хотя не только в нем, но это действительно основной жанр, в котором я пою. Но это, наверное, самое интересное, то, что не просто, допустим, классик, а вот именно сочетание и совмещение, вот это, наверное, самое интересное. Ну, конечно, ведь мы живем в 21 веке, и мы просто обязаны использовать все технические какие-то новшества, разработки, там, я не знаю, эффекты. Ну, все, что создано в 21 веке, мы используем для того, чтобы показать, что эта музыка бессмертна, она музыка будущего, она в полете. И даже не сегодняшняя, а именно музыка будущего. Благотворительный концертный тур «Счастье не имеет национальности». Он проходит по крупнейшим городам России, странам СНГ, а также в ряде стран Европы и Азии. Но Чебоксары – это первый из 30 российских городов, в котором пройдет этот тур. Почему тур начался именно с Чебоксар? И вообще, немножко подробнее о самом туре. Наш тур называется «Всемирный тур в поддержку детей-сирот». И проходит он под названием, правильно Юлечка сказали, «Счастье не имеет национальности». Этот тур направлен на приобщение детей, в основном детей-сирот, которые не имеют возможности обучаться музыке, не имеют возможности ходить на концерты, получать какие-то эстетические вдохновения своей жизни. Направлен наш тур. Мы знакомим детей с шедеврами мировой классики. И дети, приходя на наши концерты, в любом состоянии, иногда грустные, печальные, иногда просто даже злые бывают, но все же в жизни бывает. И после концерта они просто возрождаются, они просто другие. У них невероятные глаза, улыбки сияют, у них возрождается энергия, цели, мечта. И эти дети просто, но они чувствуют себя настоящими бессмертными существами, духовными существами. И это просто дорогого стоит. И наш тур проходит действительно по всему миру. И почему Чебоксары? Потому что в Чебоксарах нашлась такая замечательная компания, которая сказала, «Вы знаете, наш тур будет и начнется с Чебоксары». Мы за 10 дней, находясь в Чебоксаре, мы встретились с самыми талантливыми, с самыми выдающимися детьми города Чебоксары. И просто столько здесь звезд. Это просто не передать. Теперь у меня вопрос к Мише. Мише, к вам. Почему решили принять участие в этом благотворительном туре? Как вообще все это происходило? Ну, первое, спасибо за вас. Великолепно. Мне кажется, очень приятно быть здесь. Мой отец был русский. Он очень рад, что он здесь. У него никогда не было предложения приехать сюда, к нам, в Россию. И когда он получил это предложение, он был очень счастлив, так как его отец из Хабаровска, его корни русские. И он знал несколько слов по-русски. И когда он приехал сюда, он увидел, насколько русский язык мелодичен. И он очень счастлив, что он здесь. И для него это большая возможность. Мама ушла из их семьи. Он почувствовал, что не хватает, частичка ушла. Он начал думать, чем он может помочь. И он начал заниматься музыкой. Когда он познакомился с Евгением Лагуной, он был настолько удивлен, что Евгений Лагуна может исполнять и может настолько музыкой обращаться к людям. И он начал заниматься этой деятельностью. Потому что музыка на самом деле, она меняет мировоззрение, она меняет жизнь людей. Она влияет на многое даже, на трудности. Человек начинает меняться, он начинает становиться добрее. И он увидел, что он... Он увидел свое призвание, что он счастлив быть там, где он сейчас, и делать то, что он делает. Я знаю, что вы первый раз в России. А как вам еще Чебоксара? Первый день, и он почувствовал тепло людей, которые живут в России. Готов рассказать вам больше, но только нужно несколько дней, чтобы он вам описал свои эмоции, что он чувствует. И на самом деле тепло людей делает его счастливым. Собираетесь ли вы продолжать сопровождать Евгению в ее туре, то есть по остальным городам? По России, например, или по другим странам? Тот путь, который он проделал, да, он готов. И на самом деле то, что он здесь, это уже ответ на то, что он готов. Насколько я знаю, вот уже 12 лет вы пытаетесь привлечь внимание к детям-сиротам. Вообще, с чего все это началось? И почему решили заниматься благотворительностью? Вот есть, например, много людей, которые занимаются благотворительностью, и о них никто не знает. И вы относитесь как раз вот к этому числу, как мне кажется. Я росла без родительского тепла и ласки. И мне всегда не хватало, чтобы я могла вот свою любовь вот аккумулировать, куда-то отдавать. И когда после института я пришла в Московский государственный театр оперетты и мюзикла, в котором я проработала 6,5 лет, и нас, молодых артистов, посылали на шевские концерты к детям-сиротам. И вот в первый раз я ощутила, как интересно и как здорово выступать именно перед детьми. Потому что дети – это благодарный слушатель. Они столько отдают эмоции, столько любви. Но нужно представить, что у них тоже эта любовь есть, а им некому отдать. И вот я эту любовь впервые поняла, что им можно отдать и получить в этом в большом количестве себе. И я как будто подсела вот на детей. И когда я уже ушла из театра, стала заниматься сольной карьерой, я сделала свою детскую благотворительную программу «Поющая звезда». И много лет ее проводила просто по детским домам, интернатам. Порой даже было 20-30 человек, 40. Но сейчас, спустя какое-то время, конечно, это уже переросла. Эта программа в огромный всемирный тур. И действительно, 11 лет никто даже не знал, что я этим занимаюсь. Пока мы были как-то очень все плавно, тихо делали, никто не знал ничего. 5 декабря в Чувашском государственном театре оперы и балета состоится концерт. Ваш концерт при поддержке симфонического оркестра. Что ждет зрителей? И будут ли какие-нибудь сюрпризы? Это гала-концерт, который является заключительной жирной точкой нашего благотворительного марафона в поддержку детей-сирот, который проходит в рамках всемирного тура «Счастье не имеет национальности». И, конечно же, там будет очень-очень много сюрпризов. Там будет, ну, не скажу, Юленька, не скажу. Мы выявили очень много звезд, маленьких, юных звезд, которые, кстати, также будут сверкать на сцене театра оперы и балета. Зрителей ждет невероятные сюрпризы. И это не концерт, это не концерт. А что это будет? Это просто невероятное действие, которое, ну, запомнится каждому жителю, каждому зрителю на всю жизнь. Это я могу гарантировать. Спасибо вам огромное за беседу. Было очень приятно с вами пообщаться. А я напоминаю, в эфире программы «По существу» мы общались с оперной певицей Евгенией Лагуной и известным американским композитором Мишей Сыгал. Спасибо большое. Спасибо, Юли. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok